Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в гостях Елена Барбаш, известный психолог и писатель. И мы говорим о причинах наших болезней и успешности. В чем же эти причины, Елена? Что там такое зарыто в наших семьях? Как нужно правильно себя вести, чтобы выйти из этих ситуаций победителем? И чтобы семья была гармоничной. И я думаю, хотела вам предложить начать со звонка, потому что пока шла реклама, к нам дозвонился еще один телезритель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот у меня тут такой вопрос. Я услышала в сервере вашу передачу, и такой вот вопрос. Как бы вот подняли тут, значит, роду, бабушек, дедушек, прабабушек. У нас, в общем-то, была большая семья. Дедушка с бабушкой релевитированы там были. Были очень строгие люди, как бы высланы к логике, как раньше. Отец был такой закалкой, значит, что он нас воспитывал в духе, как бы вот работать, работать. И сейчас, на данный момент, как бы у нас сейчас семья вымянула трагически. Вот у нас было пять детей, все как бы трагически погибают. Вот, и получается, что в моей семье сейчас у отца осталась я одна дочка и мои дети. Вот. Это, значит, моих две девочки и трое внуков. И вот в данный момент сейчас получается такая ситуация, что у нас старшая дочь у меня, как бы, замуж никак не может выйти определиться. Вот у меня уже, как бы, дети 16-14 мальчику. Так. Как бы, вот, у нас идет такая вот, как бы, грязня какая-то. Папа у нас, конечно, живой, как бы, вот. И вот такое вот получается, что мы все вот гряземся, как бы, вот, ну, как ругаемся. Какие-то вот такие все неудачи, болезни, вот такое вот все. Мира в семье нет у вас, да? Нет мира в семье, да? Да, да, да. Да. Хорошо. Ваш вопрос понятен. Хорошо, спасибо. Итак, Елена. Вы можете нам объяснить? Конечно, попытаемся сейчас объяснить, Елена. Ну, опять же, я говорю, что очень сложно делать какие-то выводы, и они будут, прежде всего, гипотезой. Потому что я могу точно сказать, только если, ну, вот, посмотрю на вас живьем и на вашу расстановку, да? Но то, что вы уже озвучили, это то, что у вас была такая трагическая история, связанная вот с раскулачиванием. Ведь, на самом деле, страна тогда раскололась, брат шел на брата. То есть буквально в одной семье мог быть раскол, да? И детей восстанавливали против родителей. Так вот сейчас только не в семье тоже раскол получается, да? Да. И вот мне кажется, что то, что происходит, связано с теми трагическими событиями. Вот это мое мнение. Что-то можно сделать, вот, Елена и мужи, чтобы как-то начать оздоравливать ситуацию в семье? Да. Если у вас остались, если вы знаете, где могилы ваших раскулаченных предков, или у вас остались их фотографии, попробуйте просто мысленно хотя бы поклониться этим людям. Кулаками ведь тоже просто так не становились. Это прежде всего тяжелый труд. Тяжелый труд. Конечно, работящие это самоограничение во многом, да? Попробуйте подумать о них с большим уважением, как о ваших общих предках. Ну вот это первый шаг. Потом, может быть, я не знаю, если вы человек верующий, поставите там в церкви свечку, или там заказать какой-то молебен, сходить к ним на могилу, если известно, где они похоронены. То есть как-то попробовать взять энергию для жизни из энергии своего рода. Вспомнить о них добрым словом, да? Да, вспомнить о них добрым словом. Что люди сделали, в конце концов, они стали источником вашей жизни, да, эти люди. Благодаря им вы живете, ваши дети и внуки существуют. И воздать им какую-то дань уважения. Да, поклониться. Поклониться им, мысленно хотя бы. И это может быть началом. Да, хорошим началом. Хорошо, Ирина, перейдем дальше к нашему разговору. Итак, от чего же зависит наше здоровье? Вот от каких... или нездоровье, да? От каких семейных историй? Или что это должно быть? Какие позиции в нашей жизни на это влияют? Мне кажется, что от нас, вот в этой жизни, вот лично от нас, зависит процентов 15. Так, а остальное от чего? Остальное это семейное наследие. Да, остальное это семейное наследие. Потому что, вот как я говорила, мы, увы, не свободны в своих действиях. И наша бессознательная, она очень прочно связана с бессознательным нашей семьи и нашего рода. Поэтому, когда человек обращается ко мне с какой-то своей проблемой, я пытаюсь как бы эту проблему структурировать. То есть сначала я провожу опрос и пытаюсь выяснить, есть ли в личной истории, в собственной истории человека какие-то ранние события или какие-то события, например, автокатастрофы или что-то, которые могли повлиять на его здоровье, на его взгляд на мир и так далее. Личная история, это личная жизнь конкретного человека, да? Да, это события, которые с ним происходили. Потом я пытаюсь понять его отношения в родительской семье. То есть мирно ли жили папа с мамой, как они относились к нему, есть ли у него братья и сёстры, какие у него отношения с братьями и сёстрами, как родители относились к его братьям, какую он роль играл в своей собственной семье. То есть второй пункт, это конкретная семья этого человека. Третий пункт, это уже родовые вещи, то есть то, какие тяжёлые или просто особенные судьбы были в его роду, в том числе у бабушек и дедушек, и может быть даже у дяди и тётей. Были ли какие-то нерождённые дети, были ли погибшие люди, были ли какие-то крупные переселения семьи, ну вот такие какие-то вещи. И на самом деле мы же несем в себе вот эту родовую память до тринадцатого колена. До тринадцатого? До тринадцатого колена. То есть не до седьмого, как принято считается. Нет, до тринадцатого колена. А в аристократических семьях это ещё глубже уходит, до сорокового. Я не знаю, почему это так, но вот на расстановках видно, что это так. То есть вот если это люди аристократических каких-то кровей, то события, которые происходили очень давно, там несколько веков назад, влияют на это. Слушайте, мы так настолько все связаны, весь мир окутан вот этими родовыми связями и паутиной. То есть всё переплетено. И ну хорошо, что Берт Хеленберг помог, и теперь благодаря этому мы можем как-то распутать всё-таки эти ситуации. Итак, вот можно попунктно? Первое – это личная история, потому что у нас уже есть звонки, вот хотя бы личную расскажем и ответим на звонок. Хорошо. Итак, что могло происходить в личной истории, что может привести к болезням и неуспешности? Значит, это какие-то ситуации, связанные с физическими травмами и с опасностью для жизни. Очень часто, если такая ситуация происходила с вами в детстве, у вас могут развиться панические атаки, всевозможные фобические реакции и даже проблемы со щитовидкой. То есть это вот если в твоей личной жизни что-то произошло. Но вы говорили, что это всегда связано с семьёй или с родом. Что с этим делать? На самом деле не бывает ничего случайного. И очень часто ребёнок, который часто, допустим, ломает себе конечности в детстве, или часто попадает в какие-то заворухи, связанные с серьёзными травмами, которые серьёзную опасность для жизни представляют, очень часто он бессознательно пытается уйти в смерть. Это попытка такого прощания жизни суицида. Неосознанная, да? Абсолютно бессознательная. Абсолютно бессознательная. Елена, а как быть с этими ситуациями, когда очень часто волнообразными бывают эти ситуации, когда прямо череда подростков заканчивают жизнь самоубийством через повешение, как это говорят. Это что? Это игра со смертью или это тоже как раз родовая система, когда совершенно молодые люди, дети практически, школьники на горе родителям вот так поступают? Подростки – это одна из самых уязвимых частей нашего общества. У них же ломка происходит огромная. Им нужно доказать себе и всем, что они что-то значат, что они что-то могут. Это чрезвычайно уязвимые существа подростки. И на самом деле, если степень влияния бессознательного на наши действия, на наше поведение в процентах как-то озвучивать, то подростки на 95% действуют всегда бессознательно. 95%? Да, то есть у них осознанная вот эта часть, она крошечная. Они почти не могут себя тормозить в силу своего гормонального фона какими-то рациональными доводами. Их очень легко обидеть, они очень ранимы. Да, это очень уязвимая часть. Вот что здесь можно сделать? Что здесь можно посоветовать? Вот в личных историях, да, и вот в этом смысле. Для подростков, в зависимости от того, какого они пола, мальчики или девочки, очень важен родитель своего пола и связь с этим родителем. Потому что именно в это время происходит завершающая часть половой идентификации. И поэтому родители, которые любят своих детей, безусловно, будьте к ним терпимее, будьте снисходительнее. Внимательнее. Им очень тяжело, им тяжелее, чем нам, намного. Мы уже все знаем, а им еще только предстоит узнать. Буквальности 95% бессознательного, боже мой, это просто головы нет практически. Главы нет. Что называется, крышу снесло, да, вот в кавычках. Давайте ответим на следующий наш звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, здравствуйте. Откуда вы нам звоните? Здравствуйте. В Челябинской области. Пожалуйста, ваш вопрос. Ну, я немножко хотел бы предысторию рассказать свои проблемы. В общем, я поздно как бы женился. Взял, ну, как бы не хотелось, этого брака, но так получилось, что моя до этого девушка как бы забеременела. Так. У нас разница в 15 лет. Угу. Она моложе вас? Вот. Да, моложе на 12 лет. Так, хорошо. И дальше, по сути, ваш вопрос в чем заключается? Ну, в общем, у нас уже 2 детей сейчас. Угу. Старший уже 6 лет вот скоро будет, младший 3 года тоже будет скоро. Так. Две девочки. Угу. Замечательно. Ну, как бы, понимаете, я вот, ну, два раза, короче, уже поймал жену. И вот. То есть она вам изменяет, вы считаете, да? Да, 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 да. Нет, я не считаю, это как бы доказано. Это факт. Это факт, да. Да. И хорошо, что... Вот. У меня такой вопрос. Долго не буду говорить. Да. У меня вот матери нет, у меня тетка, как бы, есть. Вот. Она мне за место матери. Она мне говорит, что у меня жена. Я вот ее, вроде, как, простил из-за того, что было детей, как бы, я бы не хотел. Сам без отца рост, как бы. Угу. Поэтому я хотел бы, ну, вот, узнать. Тетка мне говорит, ну, она в жизни прожила уже. Ну, понятно, ваш-то вопрос, что вы хотите. Она мне сказала, что она так и будет дальше гулять. Ну, как бы. Это уже неизвестимо. Скажите, это так или нет? Хорошо. То есть ваш вопрос, простить ли ее или поверить вашей тете, правильно? Потому что я такой, что мужчина не хочет разрушать семью. Я не знаю, это патологически у меня это будет продолжаться или мне, как бы, стоит сделать. Какой-то решительный шаг, да? Хорошо, спасибо за вопрос. Да. Пожалуйста, Лен. На самом деле у вас почти нет выбора. То есть, сделав решительный шаг, вы оставите, фактически, детей без отца или без матери, если вы отберете у жены детей, да? Мне кажется, вот, в данном случае худой мир лучше доброй ссоры. По крайней мере, для детей. Ну, и в конце концов, знаете, да, я понимаю, что существуют вот такие патриархальные взгляды на семью, но в конце концов, почему женщина, как вы говорите, гуляет, да? Ей, возможно, чего-то не хватает дома. Подумайте о том, секса ли ей не хватает или, может быть, тепла, уважения или чего-то другого. На самом деле, если женщине это дать, возможно, она изменит свое поведение. Да, всегда нужно спросить себя, что я сделал не так, почему мой партнер смотрит на сторону, чего я не додаю. В общем, да, потому что просто так ничего не бывает. Ну, по крайней мере, попробовать начать с этого. Ну, да. И урегулировать как-то отношения, ну, а дальше видно будет. Хорошо. Итак, далее. Семейные истории, Елена, вот как они влияют на наше здоровье и успешность? Семейные истории – это огромный-огромный пласт проблем, которые, причем проблемы-то могут быть очень-очень разнообразные. Не секрет, что у нас очень много матерей-одиночек, которые воспитывают сыновей без участия мужчин. Мальчику, вот хороший путь развития для мальчика – это если он в определенном возрасте перейдет из сферы влияния матери в сферу влияния отца. Или какого-то мужчины, который выполняет функции отца. То есть тот человек, который будет на нее влиять, мужчина. Да. Это может быть дед, если есть сильный дед в этой семье. Это даже может быть тренер. Ну, то есть уважаемый, здоровый мужчина. Да, уважаемый мужчина, у которого мальчик может брать вот эти мужские качества, которому будут необходимы. Положительные качества. Да. Если же такого человека нет рядом, то такой мальчик может встать на место партнера матери. И тогда у него не будут складываться отношения с женщинами, потому что он как бы виртуально будет на своей матери женат. То есть он будет для нее партнером. И он будет всех девушек либо сравнивать с мамой, и они будут проигрывать ей обязательно. То есть мама здесь побеждает однозначно. Либо просто там могут быть какие-то другие варианты. Ну, вот гендерная ситуация с таким парнем будет всегда очень проблемной. Ну, хорошо. А к каким проблемам со здоровьем приводит семейная история? Если можно провести там история, проблемы конкретные с здоровьем, история, проблемы. Так можно? Можно. Например, очень часто, допустим, родители ссорятся, а ребенок, он их очень любит. И он очень хочет, чтобы они любили друг друга и были вместе. И тогда он начинает делать что-то для того, чтобы их сплотить, для того, чтобы их удержать друг друга. Например, он начинает болеть. Он не вылезает из простуд. У него то там насморк, то горло болит, то еще что-то. А иногда он даже может серьезную болезнь развить в себе. Да, и тогда родители вынуждены будут как-то возле него. Да. Или, например, мама, допустим, почему-то по какой-то причине, их тоже может быть миллион, да, она почему-то эмоционально недоступна. Что это значит? Например, у нее рано умерла ее собственная мама. И ребенок, на самом деле, очень трудно переживает такую потерю. Часто не может не справиться до конца жизни. Вот когда такая девочка, которая своих родителей или одного из родителей потеряла рано, она сама становится матерью. У нее нет сил давать своему ребенку. Не потому что она плохая мать, а потому что она в душе несчастной, потерявшей своих родителей ребенок. Что еще у нее нет подпитки, энергии нет. Да. Что делать тогда ее собственному ребенку? Ребенок – существо любящее. И он всегда встает на место того человека, куда направлено внимание родителя. И если внимание мамы направлено на умершего, то ребенок встает на место этого умершего. Он может у себя развить тяжелое заболевание, смертельное заболевание, сам того не осознавая, идентифицируясь с этим человеком умершим, на чье место он встал. И что тогда происходит? Ребенок умирает. Мать теряет его. И это может быть и ребенок, и вообще просто какой-то член семьи, который... Ну, как правило, ребенок. Потому что обычно такие вещи, как я говорила, ребенок – самое бесправное существо в семье. Я извиняюсь, во время голода съедят всегда самого младшего, для того, чтобы остальные смогли выжить. И ребенок, один из законов, действующих в семейной системе, я уже говорила, тот, кто приходит позже, имеет прав меньше, чем те, кто пришли раньше. Ребенок не может выжить без родителей, без их внимания. Он всегда встанет на то место, куда направлено внимание родителя. Это тоже бессознательно происходит. Абсолютно. Допустим, взять детей, маленьких детей, которые сейчас лежат в онкологических клиниках. То есть они уже... В онкологии, может быть, да. Часто это онкология, рак крови, какие-то другие заболевания, то есть неизлечимые. Это тоже вот, это корни здесь? Корни здесь. Но еще большой круг заболеваний – это кожные заболевания. Всякие аллергии, диатезы, ну, или аутоиммунные какие-то заболевания, да. Когда, если мать или отец, если они по какой-то причине не принимают своего ребенка, возможно, он был нежеланным. Или там какая-то другая... Или, например, они хотели мальчика, родилась девочка, да. То есть болезни, которые связаны с неприятием очень часто, то есть это может быть анорексия, это может быть артрит. И это могут быть кожные заболевания, которые как бы символически говорят, я неприкасаемый, не прикасайтесь ко мне. Не прикасайтесь ко мне. То есть я что, я что, не ваш ребенок или я какой-то особенный? Нет, не прикасайтесь ко мне тут. А с чем это связано? Почему? Это же все равно идет от родителей. Значит, родители заложили в него вот это «не прикасайтесь ко мне». Потому что я вам не нужен был, да? То есть я в расколку нелюбимый ребенок или нежданный. Тут смотрите, мы... Вот на самом деле этика, которая у Берта Хеллингера, она очень сильно отличается от бытовой этики. Как она отличается? Мы считаем, что все, что делается, все, что происходит в семье, делается из любви. То есть почему родители так относятся к своему ребенку? Потому что фокус и внимание направлены на каких-то других значимых людей, от которых они, там, на своих, например, родителей, от которых они недополучили этой любви. Ясно. Вот. То есть это целая цепочка. Это цепочка прерванной любви. Хорошо. У нас еще один звонок в студию. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Ага. Ага, добрый день. Добрый день. Добрый день, пожалуйста. Конечно. Коротко ваш вопрос, да. Мы вас слушаем, пожалуйста. Да, да. Вот скажите, пожалуйста, вот у меня родители разошлись, 12 лет мне было. И после, конечно, это переживание, все. И основной вопрос после... Вот сейчас у меня нет личной жизни, нет детей. С чем это связано? И может быть еще от того, что мама делала аборты часто после того, как... До того, как они разошлись. И вот что это? Хорошо. То есть вы хотите найти причину, да, своего... Хорошо. Поэтому... Ваш вопрос понятен. Девушка хочет найти причину. У нас несколько минут до окончания программы. Смотрите, имеют значение те аборты, которые мама делала до вас, а не после. Потому что смерть этих детей входит в цену вашей жизни. То есть если бы они родились, не факт, что вы бы родились. Поэтому вы не находитесь с ними в равновесии. Поэтому имеют значение вот эти дети. Теперь. Имеет значение ваша связь с отцом. Потому что дело в том, что девочки очень часто моделируют отношения с мужчинами из тех отношений с отцом, которые они успели получить. То есть насколько вы были с ним связаны. Разрешала ли вам мама встречаться с отцом? Разрешала ли она в широком смысле вам у него брать? Иногда так бывает, что девочки очень лояльны матери. И если, допустим, у мамы есть ощущение, что все мужики козлые, то девочка просто из лояльности к маме... Есть, да? Вот девочка из лояльности к маме будет думать так же. Хотя далеко не все они козлые, вот уверяю вас. Вот, короче говоря, здесь нужно разбираться вот в этом, то есть в вашем отношении к мужчинам. Потому что если думать про человека плохо, то он это каким-то образом чувствует. И вы его просто мыслями этими отталкиваете. Вот. Хорошо, спасибо. А как с вами встретиться, чтобы или переговорить дальше? Ну, я оставлю свой e-mail и телефон. Да, думаю, что в интернете всегда можно найти. Или, пожалуйста, дождитесь окончания нашей программы. Это относится ко всем нашим телезрителям. И в течение нескольких минут после программы мы ответим на ваши звонки. Две минуты до окончания передачи нашей, Ирина. Все-таки несколько слов о родовых историях, что это такое. И подводим итог нашей сегодняшней беседы. Родовые истории, это, как правило, истории очень трагические, связанные с жизнью и смертью. А не просто с разводами или какими-то мелкими бытовыми проблемами. Поэтому родовых историй вот в нашей стране и, кстати, в Германии, которая также активно... Откуда Берт Хеллингер, да? Да, да. Очень много. Они все связаны, как правило, с военными действиями, коллективными какими-то трагедиями, коллективными депортациями, тяжелыми судьбами, связанными с этим. И в этих историях, как правило, участвуют люди, не принадлежащие к вашему роду. Потому что Берт Хеллингер, он открыл еще одну динамику. Блин, а 30 секунд. Агрессоров и жертв. Жертвы принадлежат к роду агрессоров, а агрессоры к роду жертв. И они так связаны. И это тоже будет влиять... И это будет влиять на сегодняшнюю успешность и здоровье. Каким болезням чаще всего приводят вот такие родовые истории? Шизофрения. Так, самая страшная шизофрения, да? Шизофрения или какие-то суицидальные вещи. Мы должны запомнить, что эти болезни можно вылечить при помощи расстановок по Берту Хеллингеру. Спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу. Времени катастрофически не хватает, звонков много. После программы ответим на них. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о том, какие семейные истории, какие семейные проблемы могут привести к болезням и к неуспешности. У нас в гостях была известная психолог Елена Барбаш. Ну что ж, берегите свои семьи. Помните об этом, что семья – это все в нашей жизни. И помните о том, что из любой ситуации всегда есть выход. И в этом вам поможет Нить Ариадный, ваш надежный проводник в лабиринте жизненных проблем. До свидания и будьте счастливы. До встречи через неделю.